Здравствуйте, это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский, и мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сегодня у нас в гостях Евгений Беспалов. Евгений, привет, дорогой! Здравствуйте! А с чего началась твоя, в принципе, работа и участие в интернет-проектах? Ну, это очень давняя история, и мое участие было очень разноплановое. В какой-то момент мы занялись вопросами повышения защиты детей, защиты от контактов с противоправным нежелательным контентом. И сначала казалось, что если понаделать много контентных фильтров и понаставить их во все устройства, и на все мышутизаторы, и куда только можно, то тем самым мы и решим проблему, и наши дети, наш РУНЭТ будет чистый от нехорошего контента, и мы заживем весело и счастливо. Однако практика показала, что никакие технические средства, никакие костыли не позволяют сделать инвалида здоровым человеком. В первую очередь, конечно же, нужно заниматься просвещением, развитием пользователей, в первую очередь юных пользователей, именно чтобы они умели правильно работать в интернете, чтобы они умели избегать контакта с нежелательным контентом, с нежелательными субъектами. И мы занялись просветительскими проектами, мы занялись продвижением идеи безопасного интернета в России. И в этом нам очень помог координационный центр доменов. Он включился в эту работу с самого начала, и мы совместно проводили всевозможные акции, мероприятия. Но при этом, конечно же, мы и не бросали, продолжали заниматься деятельностью основной, то есть противодействием нежелательному контенту. И так сложилось, что мы выбрали, пожалуй, контент, который, пожалуй, во всем мире признается противоправным, не просто нежелательным, а противоправным. И это детская порнография, это отдельный большой разговор. Но суть в том, что мы подключились к работе Международной ассоциации НХОП. Мы создали здесь, в России, горячую линию по борьбе с этим противоправным контентом. Включились во взаимодействие, конечно же, и правоохранительные органы. И опять же, координационный центр тоже включился в эту работу. И обеспечил содействие регистраторов, и помогал финансово, и морально, и советам помогал. И результаты получились самые чудесные. Это отмечают и отмечали наши коллеги за рубежом. К моменту начала работы системы борьбы с детской порнографией в России было очень много контента. Россия была, возможно, на втором месте по количеству ресурсов, по количеству детской порнографии. За короткое время, буквально за год, нам удалось практически на 100% исключить, уничтожить все сайты с этим противоправным контентом. И еще через год мы предельно минимизировали наличие этого контента в социальных сетях. То есть, конечно же, здесь важно, в этой работе важно было и остается взаимодействие всех участников интернет-индустрии. И регистраторов, и владельцев ресурсов, и хостинг-провайдеров, и прочих организаций, которые участвуют в технической работе. Однако, все-таки роль координационного центра, именно как системообразующей структуры, она здесь всегда была первичной. И да, практика взаимодействия показала, что результаты можно добиться за короткое время. Результаты очень хорошего. Мы практически разобрались с этой гадостью в Рунете. Ну и я надеюсь, что координационный центр Родомена продолжает поддерживать эти проекты. И занимается и противодействием, и просветительской деятельностью. Есть масса прекрасных начинаний. Во всех этих начинаниях участвует КАЦ, и это всегда очень приятно видеть. Скажи, пожалуйста, а вот до того, как ты занялся работой фактически с противоправным контентом, к чему прилагал свои усилия? Занимались разработкой контентных фильтров, как я уже рассказал. До этого моя деятельность была связана с интернет-проектами, но эти проекты имели отношение к правовой информации, к неким иным видам информации. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говорил о том, что вам практически за год удалось более-менее очистить российское доменное пространство, российскую часть интернета от специфического противоправного контента. Примерно какие это годы были? Активная фаза у нас началась во второй половине 2008 года. Уже по результатам 2009 года, то есть когда во всю силу заработала система вот этой самоочистки, уже был очень серьезный результат. А к 2010 году, я не скажу, что коллеги на горячей линии, которая занималась противоправным контентом, стали скучать. Нет, конечно, да. Но львиная доля обращений была все-таки по иностранным ресурсам. В России очень-очень мало что-то удавалось находить. И если это находилось, то подавление шло за столь короткий срок, что эти ресурсы просто не успевали раскрутиться, стать заметными в каком-то большом количестве пользователей. Как сейчас обстоят дела? Горячая линия в свое время влилась в проект под названием «Лига безопасного интернета». Мы этим коллегам, они дальше подхватили эту работу, мы им передали эстафету, передали работающий инструмент. Я, к сожалению, не знаю, как сейчас конкретно обстоит эта работа, но то, что видно в средствах массовой информации, ну, «Лига» продолжает работать. Дай бог им успехов и продолжения этой деятельности. Хорошо. А чем занимаешься сейчас? Я занимаюсь разработкой интернет-решений в области работы с правовой информацией. Это всевозможные проекты, нацеленные на работу с нормативными правовыми актами и с подобной информацией. Ты являешься членом комиссии по спорным вопросам, связанным с регистрацией доменных имен в Координационном центре. А фактически это такая ежегодная работа в виде третейского судьи, когда разбираются конфликты между Координационным центром и регистраторами, или регистратором и регистраторами, или администратором домена, который может обратиться куда-то, если его права так или иначе ущемлены, и он не может добиться окончательной правды. Скажи, пожалуйста, что для тебя сейчас участие в таком третейском органе? Для меня это, во-первых, честь. И я в свое время был приглашен в этот орган именно регистраторами доменных имен. Для меня это большая честь. И я понимаю свое участие в деятельности этого органа следующим образом. Координационный центр, безусловно, работает очень качественно, и схемы взаимодействия с регистраторами давно отработаны. Однако невозможно на 100% отработать столь сложную организационно-правовую сферу. Всегда возникают какие-то пограничные вопросы. И в этих вопросах, при решении данных вопросов, очень важно обеспечить баланс. Баланс между интересами координационного центра, регистраторов, пользователей веб-сайтов, владельцев пользователей веб-сайтов. И я очень надеюсь, что те решения, которые мы принимаем, они позволяют выдержать этот баланс и действуют на общее развитие Рунета. Сейчас все больше и больше набирает силу такое понятие, как суверенный интернет. Российский интернет, Рунет, отдельный от всего остального интернета. Для тебя есть ли разница между большим интернетом, сетью сетей, и нашим Рунетом? Насколько мы действительно должны быть обособлены? Я считаю, что обособленности, скорее всего, мнимы. Технологическая база и база стандартов в этой области такова, что мы все живем в интегрированном, общем, глобальном мире. И можно где-то доглобализировать какие-то вопросы частного регулирования. Наверное, это даже и нужно, чтобы учитывать местную специфику. Но базис он все равно общий. И я очень надеюсь, что мы всегда будем находить язык со всеми нашими партнерами по информационному обмену. И будем жить в едином все-таки пространстве технологическом, информационном. Может быть, когда-нибудь и правовом. И если отдельно касаться вопроса развития законодательства, отраслевого регулирования и саморегулирования, кстати, о птичках, то, наверное, можно поизучать, и имеет смысл хорошо изучать иностранный опыт, опыт других стран и европейских, и Соединенных Штатов Америки, и брать оттуда самые полезные вещи. Кстати, припоминаю, мы как раз в районе 2009-2010 годов обсуждали возможность саморегулирования интернет-отрасли. В частности, в вопросах противодействия распространению противоправного контента, каких-то иных нежелательных действий в интернете. Смешанная оценка была у участников интернет-индустрии. Кто-то поддержал, кто-то сказал, нет, давайте все пропишем в виде законов, в виде подзаконных актов, каких-то нормативов, или вообще до этого дела полиции, нам до этого дела нет. Ну что ж, такая позиция тоже имеет место. Однако я призываю всех коллег, всех друзей посмотреть на то, как развивалось регулирование интернета с тех пор, да, и еще раз мысленно вернуться в 2008-2009 годы и подумать, а может быть в чем-то саморегулирование было бы нам ближе и понятнее, и проще? Ну, как результат тех обсуждений сейчас существует проект «Мотоскоп» и работа с компетентными организациями, уполномоченными координационным центром выявлять нарушения. Поэтому, в принципе, та самая саморегулируемая, самоорганизовавшаяся структура на базе проекта «Мотоскопов» в общем-то существует, и можно посмотреть на тот результат. Да, это здорово, да, это здорово. В прошлом году мы отмечали десятилетие этого домена. Достаточно такой заметный срок для существования проекта. Скажи, пожалуйста, какое твое мнение было о домене РФ при его запуске? Изменилось ли оно сегодня? А какое место в твоей жизни занимает домен РФ? Безусловно, мы всегда поддерживали, и я тоже радостно поддержал появление домена РФ. Это и в технологическом плане, и в идеологическом плане очень хороший проект, который реализовался, на мой взгляд, успешно, может быть, даже сверхуспешно. Да, и это стало, как мне кажется, это стало хорошим и глобальным примером для других наших партнеров. И лично в моем, лично в моей жизни, наверное, сам этот проект, ну, или точнее, возможность получить домен там в зоне .РФ занимает, может быть, пока что не очень, не то место, которого он достоин. так, однако я уверен, что здесь как-то время и привычка играют на такие проекты. Вот это точно совершенно. Проект уже из какой-то фишки, из какой-то модной фишки, он стал более-менее ординарной вещью, так, из ординарной вещи он станет обязательной вещью со временем, или, может быть, даже уже становится. Это как раз вот коллегам по нетоскопу и по другим подобным проектам виднее. Они это отслеживают буквально, держат руку на пульсе. Ну да, как только вещь становится обязательной, в нее приходят зловреды. Не без того. Зловреды пришли туда с первого дня. Давайте вспомним, когда открывался домен .РФ, какие были попытки, какие домены были зарегистрировать. Не под камеру, да? Ну, может быть, да. И, если вы помните, мы совместно принимали решение, как относиться к попыткам регистрации доменов вот с такими странными названиями. Мы все это проходили. Так что, нет, они там сразу туда пришли. Не сейчас. А сейчас, конечно же, будут попытки, будут все новые-новые попытки как-то пристроиться, как-то создать что-то противоправное или противоправный нелегальный бизнес. Да, надо быть постоянно следить. Давай побудем немножко футуристами. Представь себе, что мы с тобой встретились здесь через 10 лет на 30-летие Координационного центра. Обязательно встретимся. Какой интернет нас будет окружать? Скорее, он уже не будет нас окружать, а скорее, мы будем из него состоять. Нельзя исключать, что мы с тобой встретимся, ну, может быть, мы и физически встретимся, но, возможно, мы с тобой встретимся уже в виде наших цифровых двойников. И встречаться мы с тобой будем в виртуальном пространстве. И наша коммуникация, наверное, приобретет качественные иные свойства. Мне кажется, что вот это вот направление дополненной реальности, виртуальной реальности, оно настолько быстро сейчас развивается. И ты, Георгий, молод, а я уже, может быть, где-то консерватором становлюсь, и, может быть, не все успеваю ловить, не все тренды, но мы в эту виртуальную реальность, наверное, успеем залететь с тобой. — Через 10 лет проверим. Мы в интервью через 10 лет включим вот этот вот кусочек футуризма и обсудим его. — Будет здорово. — Будет здорово и интересно. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотел пожелать Координационному центру в год его 20-летия? — Всегда быть право-фланговым, всегда быть лидером изменений, при этом всегда опираться на плотное взаимодействие и конструктивное сотрудничество и с интернет-индустрией, и с пользователями, и с государственными органами власти. В этом секрет, в этом залог успеха. И у вас это прекрасно получается. Я надеюсь, что и в будущем вы будете демонстрировать самые лучшие деловые практики. — Спасибо, Евгений. С нами был Евгений Беспалов. Это Координационный центр. А мы будем продолжать. Оставайтесь с нами. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok